Привет, друзья, я Григорий Герман. В чем сила Украины в той войне, которую мы ведем? Противоагрессивного и беспощадного врага. Врага опытного, врага вечного. Врага, который побеждал и покорял нас множество раз за те сотни лет, которые на самом деле идет война. Война идет не 11 месяцев и не 9 лет. Борьба Украины за независимость, за свободу, борьба с хитрым и подлым, сильным и безжалостным российским врагом идет уже сотни лет. Битвы под Оршей и Остром, Гофтвой и Конотопом. Трагическая история Гетманщина и Украинской народной республики. Россия это вечный, исконный враг украинской независимости. От княжеских и до наших времен. И то, что несмотря на результаты всех этих войн, которые были далеко не комплементарны по отношению к Украине, мы снова и снова поднимали знамя нашей борьбы, несмотря на весь прежний опыт. Все это говорит о том, что наше дело правое. Сегодня сложились совершенно уникальные условия для того, чтобы мы победили в этой войне. Тут множество факторов сошлось воедино. Эрзац качества современной российской державы, которая на поверку оказалась во многом соткана из непрофессионализма, кумовства, клановости и воровства. Единая позиция коалиции союзников, которая объединила тех, кого не могла объединить 100 лет назад, например, Британию и Германию. Готовность Украины встретить врага лицом к лицу и с оружием в руках. Опять же, по сравнению со всеми эпизодами в истории, у Украины на момент полномасштабного вторжения 24 февраля была армия, было оружие и были государственные деятели, способные осознать уровень угрозы и отказаться от личных амбиций ради выживания украинского государства. Но было еще кое-что, кое-что жизненно важное для победы в этой войне. Настроение общества. Желание народа защищать свою страну. Да, ту самую страну, которой все мы были в мирное время не совсем довольны. Ту самую страну, которая у нас, у граждан, вызывала такое количество вопросов, но которая в момент опасности оказалась самым ценным нашим сокровищем. Тем священным Граалем, который, как в фильме про Индиану Джонса, оказался ценным не своей внешней красотой и золотым кружевом с драгоценными каменьями, а способностью нести жизнь, свет и свободу. Тем сокровищем, за которое украинцы готовы жертвовать своей жизнью на фронте, свои деньги, свое время в тылу, даже если этот тыл находится в другой стране. Наша главная сила – это наш настрой на победу. Подавляющее большинство украинцев верит в победу, более 90%. Я, честно говоря, не знаю, учтены ли в этом исследовании те, кто сейчас не имеет времени отвечать на вопросы социологов, потому что занят трансформацией расистов на фронте в единственно правильное для них агрегатное состояние – труп. О чем думают, что говорят в тылу, мы знаем. Понятное дело, что я не могу отвечать за все десятки миллионов украинцев, которые своим ежедневным трудом помогают ВСУ двигать войну в сторону победы, но общее настроение – Украина победит. Россия должна проиграть, и мы не постоим за ценой. Это настроение очевидно. Вообще с этим «мы за ценой не постоим» выходит очень любопытная вещь. Вот все те постулаты, которые российская пропаганда в течение всех лет победобесия поднимала на знаменные транспаранты, нашли реальное воплощение в Украине. Все вербальные и визуальные якоря. Отечественная война, все для фронта, убей оккупанта. Все это про Украину. Да, у нас война за существование нашей Родины. Война, в которой принимает участие весь народ. Война с врагом, который видит целью уничтожения нас, как народа, который относится к украинцам, как к недоразумению, унтерменшам. Отечественная война. Украинцы жертвуют все для фронта, для победы. Жертвуют деньги на вооружение, отправляя на фронт все необходимое в частном порядке. Все для фронта, все для победы. Убей оккупанта, врага, пришедшего с оружием на твою землю. Насильника Бучи. Убийцу Изюма и Мариуполя. Господи, как правильно заметил Аркадий Бабченко, даже визуальный образ световых лучей в ночном небе, лучей, ищущих воздушные цели над мирными городами, он тоже про Украину. Так что с тылом все ясно. Но что говорят и думают на фронте? Про союзников, про войну и наступление. Про будущее. Для того, чтобы понять это, я поговорил с Павлом Казариным. Теперь солдатом ВСУ. А ранее журналистом и телеведущим. Без обобщений. Потому что, как я не могу говорить обо всех украинцах в тылу, Паша не может быть представителем всех военнослужащих ВСУ. Но все же. Оставайтесь. Будет интересно. Поводом для нашего с тобой разговора, на самом деле, стали многочисленные посты самых разнообразных военкоров, условно назовем их так, да, с той стороны. В том числе и самый главный реконструктор, который неоднократно говорил об отсутствии морального духа, необходимого для победы, с той стороны. Поэтому у тебя, как у человека, который находится на линии фронта, я хотел бы спросить, как у нас с этим. Все-таки уже год почти идет война. Очень сложно и очень тяжело. Но что на фронте? Есть принципиальная разница между российскими солдатами и нашими по одной простой причине. Ну, знаешь, до войны кто-то мог иронизировать по поводу каких-то абстрактных категорий и шутить о том, что там, я не знаю, считать себя человеком мира и говорить о том, что государственная граница – это наша субъективная выдумка. Но когда начинается война, когда начинается этап таких серьезных масштабных испытаний, на самом деле оказывается, что категории, которые мы привыкли относить к вещам субъективным и условным, на самом деле, безусловно, даны нам в ощущениях. И российская армия – это действительно армия, которая не понимает, может в значительной степени не понимать, за что сражаться. Обратив внимание, даже высшие действующие лица Российской Федерации, они ведь никак не могут сформулировать, за что, собственно, российская армия воюет. Версия, за что они воюют, менялась, ну, не знаю, раз в 12, наверное, за последние 11 месяцев. Сперва они говорили про деноцификацию, демилитаризацию, потом про, условно говоря, в кавычках, защиту Донбасса. Потом они начинали твердить про то, что сражаются с западным миром. В общем, на самом деле, мы можем предположить, что когда российский солдат слышит такую какофонию причин, когда он слышит такой калейдоскоп поводов, из-за которых он в итоге сидит в окопах, ну, понятно, что ясности это ему не добавляет. Единственное, на что ему остается переключаться, это на причины, которые он сам себе начинает придумывать, или на какие-то личные мотивы. Ну, условно говоря, убили моего соседа по окопу, ну, вот теперь буду сражаться, значит, за него. На этом фоне, безусловно, украинская армия, она не испытывает колебаний, она не испытывает сомнений, за что мы все сражаемся. Ну, просто по той причине, что мы понимаем, что ждет нас в случае поражения. Мы четко отдаем себе отчет, что будет с нашими домами, что будет с нашими городами, что будет со всем пространством общественной жизни, если украинская армия потерпит неудачу. И в этом смысле, в таком генеральном понимании, уровень мотивации украинской армии, он, безусловно, будет, и он отличается от уровня мотивации российской армии. При этом я, конечно, далек от такого шапкозакидательского пафоса, и я бы не стал говорить, что там ребята на фронте, что мы все там выглядим, ну, знаешь, как люди с какой-то пропагандистской картинкой. Нет, безусловно, накапливаются усталости. Накапливается измотанность, накапливается, просто там, не знаю, истощение физическое, психологическое. Но это истощение физическое, психологическое, это усталость, оно накапливается по обе стороны окопов. Но при этом на нашей стороне уверенность и понимание того, что мы на своей земле, и того, что мы не завоевываем чужое, мы освобождаем свое. А последний Рамштайн. В твоем понимании, это больше зрада или перемога? Какие настроения? Что говорят вообще по поводу Рамштайна последнего? Понимаешь, я тут тоже не могу говорить от лица всех, просто потому что, во-первых, меня никто не выполномачивал, а во-вторых, я знаю, могу судить о настроениях только ближайшего круга, тех людей, которые со мной рядом. Я даже за бригаду говорить не могу, просто потому что бригада это 3-4 тысячи людей, и у меня не было возможности проводить социологический замер внутри этого. Я исхожу из того, что последний Рамштайн это безусловная победа, просто безусловно перемога, потому что как бы еще чуть-чуть, да нет, даже не чуть-чуть, а довольно ощутимо расширили границы допустимого. Если прежде нам передавали там максимум легкобронированную технику, то сейчас мы увидели тяжелое БМП, мы увидели поставку еще ряда систем, современных систем противовоздушной обороны. Это именно вещи из стойной номенклатуры, которые просто украинскому бюджету были бы не по карману. То есть мы просто бы этого себе никогда не могли позволить. И более того, такие вещи просто на открытом рынке, ну, совершенно... В армейском супермаркете этих вещей в свободной продаже нет. Поэтому то, что нам их предоставляют, то, что нам предоставляют тяжелые бронемашины, это безусловный успех. Да, мы продолжаем ждать окончательного решения по немецким танкам, потому что британские мы увидели, а французских уже начинает идти речь в Париже о поставках французских леклярков. Да, мы еще пока не увидели тех самых долгожданных леопардов, но если мы проследим динамику процесса, начиная с 24 февраля, вот, условно говоря, 24 февраля и накануне нам были готовы давать только ручные противотанковые ракетные комплексы. Джерлины, Энлоу, Карл Густав и прочее, прочее, прочее. И посмотрим, условно говоря, там, вот, январь 23-го года, когда мы получаем огромную номенклатуру всяческого вооружения, ну, пока что кроме основных боевых танков, то путь пройден огромный. По сути, сегодня мы не получаем от Запада на данный момент ракеты больше, чем на 80 километров. Мы не получаем авиацию, и то вертолеты уже некоторые странно поставляют, нам не поставляют именно истребители. И ты знаешь, ну, как бы в номенклатуре наших ожиданий и наших хотелок, ну, практически все позиции уже, как бы, зачеркнуты. Мы ждем танки и всю необходимую инфраструктуру для их обслуживания, потому что понятно, что мало иметь автомобиль, еще нужно этот автомобиль ремонтировать. Мало иметь танк, нужно этот танк иметь возможность где-то обслуживать. И мы, наверное, после того, а я скорее предполагаю, что вопрос о поставках основных боевых танков «Леопард» скорее убирается, это вопрос времени. А следом, наверное, мы будем говорить о предоставлении каких-то средств поражения, которые выходят за рамки вот тех 80 километров, которые сегодня обеспечивают нынешние поставки. То есть мы, наверное, будем говорить о каких-то средствах поражения 150, 200, 300 километров и так далее. По поводу наступления, о котором говорят сейчас все, и под которое сейчас будет опять очередная волна мобилизации, на фронте та волна, которая уже прошла и которая, по словам многих экспертов, ну, по большому счету, во многом уже утилизирована на фронте. А насколько сильно она осложнила состояние на фронте, ситуацию на фронте? Ну, тут лучше говорить с теми военными экспертами, которые как раз-таки занимаются анализом того, как меняется российская тактика. Ну да, безусловно, мы все это, мы видим то, что Россия использует тактику людских волн, что она воюет мясом. И мы видим это и по ежедневным отчетам, которые публикует украинское военное ведомство. Да, мы, скорее всего, можем предположить, что следующая волна мобилизации в России, она не за горами. И, безусловно, в этом смысле мы точно так же должны отдавать себе отчет, что мобилизация и в Украине будет продолжаться. Если в 14-м, 15-м, 16-м срок мобилизации составлял 14 месяцев, и после этого люди отпускали прежнюю волну, демобилизовывали, мобилизовывали новую, то мы понимаем, что сейчас демобилизации не будет. И те люди, которые прослужат и год, и полтора, ну, во всяком случае, не стоит ждать того, что, вот, там, я не знаю, я в армии с 25-го февраля. Я понимаю, что я могу продолжать быть в армии еще, ну, очень-очень долго. И, скорее всего, будут в Украине волна, ну, не волна, а, как бы, мобилизационный процесс будет продолжаться. Ну, просто потому что, если мы видим в сфотках, в отчетах, там, не знаю, сколько уже, 120 тысяч погибших россиян, выбивших из строя, то, ну, понятно, что, условно говоря... У нас огромное, ну, у нас много погибших, да. Да, и в том числе и санитарные потери, и понятно, что эти, что, что бригады нуждаются в пополнении. Поэтому просто мы должны жить, чтобы для этого ни для кого не было, как бы, откровением и новизмой, что если придет повестка или если вас призывают в ряды сбройных сил, ну, да, да, это и есть та самая логика войны, внутри которой мы все нападим. Слушай, хорошо, вот если буквально двумя словами, ты, как человек, который уже прошел и до сих пор проходит это горнило, а ты можешь дать какую-то рекомендацию вот украинскому мужчине, который до сих пор еще в ТВУ, которому еще не приходила повестка, как ему подготовиться к получению повестки и к отправке во вооруженные силы Украины? Ну, то есть там, знаешь, что он может сделать из того, что сделал бы ты, если бы знал? Из того, что можно было сделать быстрее? Ну, во-первых, курсы тактической медицины. Это просто то, что те знания, которые всегда нужны, которые очень часто нужно освежать в голове, потому что они могут пригодиться один раз в жизни, но благодаря приобретенным знаниям ты можешь спасти чью-то жизнь или свою собственную. Если у вас нет, не знаю, права категории С, хотя, опять же, я встречал очень много тут людей, которые водят грузовики, просто имея права категории Б, но просто потому, что тут никто такие мелочи не проверяет. Если у вас есть возможность позаниматься какой-то тактической подготовкой, то есть, условно говоря, не из пистолета пострелять, потому что, поверьте, пистолет в армии и на передке – это абсолютно излишество. То есть это дополнительные полтора килограмма, которые никакой погоды не делают. А вот если у вас есть возможность, не знаю, поработать с автоматом Калашникова, поработать в группе, походить именно на занятия по тактической подготовке, как работать в двойках, в тройках и так далее, и так далее. Это все пригодится. Есть большой армия сегодня, слава богу, решила вопрос с экипировкой, поэтому значительную часть вещей вы получите по прибытию в часть. Но если вы хотите собрать заранее баул, просто для того, чтобы ваш армейский баул, он стоял дома, в котором будут какие-то вещи, которые вот по замежам армейского комплектования, то есть вне контекста того, что вы получите в армии. Ну, погуглите, там на самом деле сейчас огромное количество вот этих вот перечней того, что имело бы смысл прикупить заранее, чтобы это просто у вас было. Не секрет, и это признают даже сами парашисты, что самые профессиональные, самые большие, самые рексы были уничтожены еще весной под Киевом, и потом допилены под Херсоном, и потом еще и стесаны застройку в Донецкой области. Как ты думаешь, насколько масштабным оно может быть, это наступление, и кто будет составлять его основную массу? Тут понимаешь, что нужно иметь в виду? В условиях войны высокой степени интенсивности солдатами очень быстро становятся. Да, безусловно, ты загоняешь 100, Россия загоняет 100 мобилизованных в окопы, из них 60 погибнут, 70, еще, не знаю, какое-то количество будет равено, а из оставшихся, не знаю, 10-15 человек, это люди, которые рано и поздно приобретут опыт, поймут, как сражаться, и станут опытными солдатами. Они, безусловно, могут не стать крутыми спецназовцами, но они будут опытными пехотинцами, а опытный пехотинец – это и есть, собственно, хребет той войны, внутри которой мы находимся. Поэтому, да, самые кадровые части Россия стесала, уничтожила за первые месяцы войны. Но при этом говорить о том, что из чмобика не может получиться опытный пехотинец, ну, вот такая вот недооценка противника, она опасна. Поэтому, да, ну, знаешь, условно говоря, Красная Армия всю кадровую армию в 41-м году тоже первые месяцы, по сути, потеряла, а потом дальше воевала теми частями, которые, условно говоря, оторванные от цехи крестьяне, оторванные от станка рабочих. Ну, Красная Армия потом, да, Красная Армия потом воевала на Студебекерах, воевала потом на танках Т-34, которые были там погонные, этот были выточены на американских станках, да и по большому счету, ну, Ленд-Лиз тогда очень сильно помог. Вот ты на фронте ощущаешь, на самом деле, и, там, не знаю, те, кто рядом с тобой ощущают, недостаток, например, у России артиллерийских снарядов или стволов, там, уменьшение интенсивности артиллерийского огня. Что-то, что указывает на то, что, ну, действительно, у них становится сложнее с техникой. Ты знаешь, я бы в этом смысле тоже опирался не на то, что я вижу, потому что, ну, можно быть, условно говоря, там, на Лиманском, направлении видеть, ну, можно быть, пахнуть и видеть другое, можно быть, там, я не знаю, на Запорожье видеть третье, а можно оказаться, ну, в таком каком-то участке, где интенсивность происходящего вокруг тебя событий меньше, и поэтому ты тоже вынесешь другое впечатление. Я, в этом смысле, склонен доверять обобщающим каким-то вещам. Мы можем предположить, что количество боеприпасов у них на арсеналах, оно не бесконечное, что они, может быть, начинают их в большей степени экономить. Не везде, но на каких-то отдельных направлениях. Мы понимаем, что они вымнуждены поднимать из своих складских запасов бронетехнику. Не всегда их танки имеют динамическую броню, но при этом вот этого вот железа все равно много. Ну, смотрите, мы являемся страной, которая вообще вспомнила о существовании у нее армии 9 лет назад, в 2014 году. Мы никогда до 2014 года системно в армию не вкладывали. Мы армию только лишь распродавали. Мы ее передавали либо россиянам в обмен на списание долгов за газ. Мы ее продавали куда-нибудь в Африку просто потому, что на этом кто-то хотел заработать и так далее, и так далее, и так далее. И при этом, когда началась война в 2014 году, мы все равно воюем советским наследством. Несмотря на то, что мы ее 2-3 года распродавали, а потом 8 лет ею воевали в первой фазе войны, которая еще была такой гибридной во многом, то есть не суперинтенсивной, у нас все равно до сих пор на вооружении советская техника. То есть это вот остатки той самой западной группы войск, которая была, когда выводилась из Германии, в том числе оказалась на территории нашей страны. И если мы 23 года продавая, распродавая ее, и 8 лет ею воюя до сих пор продолжаем на складах в основном иметь советское вооружение, советские там, и сейчас только это все начинает разбавляться западным, ну давайте представим, сколько этого всего у России. Ну просто давайте представим, у России, у которой и были закрытые циклы производства всего этого. У России, которая в отличие от нас начала вкладывать не в 2014 году деньги в армии, а в 2000-м, с момента избрания Путина президента. И тогда у нас уйдет вот этот вот такой вот фон, господи, да что ж они там, я не знаю, кремниевые оружия. Нет, это не кремниевые оружия. Это все прекрасно умеет доставлять проблем и отправлять на тот свет. Не с той эффективностью, с которой отправляют на тот свет западное оружие, но, условно говоря, кусок свинца, прилетевшее тело, это все равно кусок свинца. Ты видишь вокруг себя на фронте какую-то западную помощь, какую-то западную технику? Во-первых, да, вижу. Вижу на дорогах, то есть не только уже хаммеры, давным-давно не только уже хаммеры. Видишь бронемашины и так далее. Но нужно понимать, что когда просто приходит какая-то поставка, это не то, что, ну а давайте порежем вот этот вот пирог на всех. И пропорционально всем раздадим. Нет, понятно, что какие-то вещи отдаются десанто-штурмовым войскам, какие-то морской пехоте, какие-то спецназу, какие-то механизированным бригадам. И то, опять же, не всем, а давайте вот так. Там адрес на вот этой вот бригаде, чтобы у нее было вот такое вот подразделение, укомплектованное вот таким вот видом техники. Я служу в силах территориальной обороны, поэтому мы в этом смысле получаем западное вооружение. Но силы территориальной обороны – это легкая пехота. Каждая вторая бригада все равно выявит на передке, каждое второе подразделение все равно выявит на передке. Но что доходит до сил территориальной обороны? НК-19, автоматические гранатометы, ручные бронетанковые гранатометы, там, я не знаю, АТ-4 и многие-многие другие. Тяжелая бронетехника не доходит, просто потому что силами территориальной обороны, которые являются, по сути, легкой пехотой, броня не положена. Мы все время не устаем на это жаловаться, но это как бы объективная реальность. Ну, вот условно говоря, как есть. Что, по-твоему, Запад еще может сделать для нас? Что он должен сделать, кроме поставок танков, для того, чтобы война закончилась победой Украины как можно быстрее? Ну, там, например, в 2023 году. Я не верю в 2023 год, я сразу скажу. Я думаю, это война еще на 2-3 года минимум. И нам всем нужно быть готовым, потому что эта война на 2-3 года минимум. Корейская война в Корее длилась 3 года. Вьетнамцы воевали с французами. Ну, французы воевали во Вьетнаме 8 лет, американцы воевали во Вьетнаме 8 лет. Иранно-иракская война вообще тоже очень долго длилась. Поэтому все наши разговоры о том, что мы сейчас ядерную биржаву выгодим с территории своей страны за 1 год или за 1,5 года. Это очень оптимистичный прогноз. Не надо к нему готовиться. Потому что, знаешь, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Что они еще могут дать? Ну, повторюсь, опять же. Вот если нам предоставят те боеприпасы, которые способны поражать цели на удалении 150 километров, мы, по сути, будем контролировать всю территорию Украины на востоке. То есть хаймарсы будут способны добить до границы Луганской области и Российской Федерации. Но мы все равно не перекрываем всю территорию Крыма. То есть для того, чтобы перекрывать всю территорию Крыма возможности ударить, ну, нам нужно чуть длиннее эту руку. Я был бы рад, если бы в распоряжении Збройных Сыл оказались, не знаю, атакамцы или что-то, что бы позволило украинской армии наносить удары по базам, которые находятся на всей территории украинского государства. На оккупированных территориях украинского государства. Ты сказал, что не веришь в окончание войны в 2023 году. Вообще, в принципе, многие говорят о том, что война эта зависит от одного, от физического состояния одного человека. Владимира Путина. А ты веришь в то, что, ну, вот, действительно, окончание войны на Украине произойдет только после смерти или смещения Путина? Или же, там, например, поражение России может привести к этой смерти физической? Боевые действия, которые ведет Российская Федерация в нашей стране, они, безусловно, могут затормозиться, если внезапно, в силу естественных причин, не знаю, Владимира Путина не станет. Ну, просто потому что... Это не значит, что Россия перестанет одномоментно быть реваншисткой, имперской и так далее. Нет, это просто, как Советский Союз после смерти, там, Сталина в 1953 году высшее политическое руководство оказалось в замешательстве, потому что, ну, условно говоря, нужно переделить этот пирог с властными полномочиями, определить, кто будет лицом номер один, лицом номер два и так далее. Я в значительной степени полагаю, что если бы Владимира Путина не стало, то на каком-то этапе военные действия могли бы затормозиться, или даже Россия могла бы, там, не знаю, новое руководство начать забрасывать осторожное, осторожное посылать сигналы Западу относительно того, что с нами будет, если мы выведем войска. То есть, вот, какой вы на переговорный трек вообще предлагаете? Но это не значит, что эта война бы не повторилась, потому что, возможно, кто-то в Миничном Упружении Владимира Путина точно так же полагает, что Запад скотина, что нас предали, что это все должно принадлежать нам, но он просто не согласен с методологией. Кто-то полагает, что нужно строить экономическую империю, поглощать нашу страну экономически, в том числе душить в объятиях, а кто-то полагает, что просто дно нет. Путин в целом делал все правильно, только он дурак, потому что он не подготовился. То есть, он не дооценил, что там в грустном и так далее. Мы сейчас должны откатиться, отдышаться, залезать рано, а лет через 10-20 там вот это вот все как бы и повторить. Поэтому в краткосрочном треке смерть, внезапно смена российского руководства, она бы могла сыграть нам на пользу, но я не думаю, что Россия могла бы отказаться от своего стандарта видения нас и Запада. Ну, просто потому что... Потому что... Потому что... в России все равно сохраняется режим. Режим. И те люди, которые являются потенциальными преемниками Владимира Путина, они, скорее всего, во многом являются его единомышленниками, которые согласны с целями, но могут быть не согласны с методами. Наша сила не в танках и не в Хаймарсах. Нет. Смотрите, в них тоже. Чем больше современного, эффективного оружия, настоящего, а не мультяшных аналогов нетов, будет в руках украинцев, тем большее количество нечисти, топчущейся по нашей земле за единицу времени, отправится в свой персональный рай бесконечной водки, селедки и чечетки с портретом Путина на стене. И тем больше наших отцов, мужей, сыновей и братьев вернется домой. Тем быстрее мы сможем снова вернуться к той жизни, которой и так хотим. Нет, не прежней жизни. Ее не будет уже никогда. Но жизни мирной. Жизни, в которой в наши дома не прилетают ракеты. В наших мужчин не стреляют на фронте. Жизни, в которой мы снова можем спорить до хрипоты о том, как мы должны жить в нашей стране. Спорить и решать самим. Без братской помощи в братских объятиях. В последней фразе, кстати, все слова в кавычках. Это то, чего мы хотим. Жить в своей стране и самим решать, как нам жить. Ругать и хвалить. Любить и ненавидеть. Спорить и соглашаться. Для этого надо победить. И это желание едино. На фронте и в Тулу. В окопе и в кабинете президента. И в этом наша главная сила. Сила, которая аплодирует весь мир. И которую весь мир готов поддерживать. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.